Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender Defender в 130 кузове 2013 года выпуска 2.2 турбодизель, механика, полный привод Пробег на автомобиле 86 тысяч километров Переберу у него задние суппорта Износ колодок неравномерный, поэтому решили снять, перебрать, посмотреть и установить на место Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса И снимаю суппорта Поднял автомобиль, снял колеса задние Суппорт я все равно снимать буду И чтобы открутить штуцера Я сейчас здесь почистил все вокруг И забрызгаю ВД-шкой Грязи было много, закисшее все Вот такой струбциной Пережимаю шланг тормозной Чтобы у нас жидкость тормозная Не выходила вся Вот тормозной шланг И вот в этом месте его Зажму Требе Не выходила Вд-шклор Требе Требе Беру разрезной ключ на 11 и потихонечку. О, нормально. Открутил, трубка свободна, здесь можно ее снять с зажима и приподнять все, она не мешает. Снимаю шплинты и вытаскиваю оси. Снимаю шплинт и вытаскиваю шплинт и вытаскиваю шплинт. Снимаю шплинт. Немного разводим колодки. Снимаю шплинт и вытаскиваю шплинт и вытаскиваю шплинт. Внутренняя колодка практически изношена. Сейчас посмотрим наружную. Наружная колодка чуть толще внутренней. А правая сторона изношена до металла. Вот и разница в износе. Из-за этого перебираем суппорта. Разбираю половину. Снимаю поршеньки. Меняю пыльники. Меняю манжеты. Чищу и собираю. Откручиваем суппорт с обратной стороны. Двенадцатигранная головка. По-моему на тринадцать. Совершенная вяло. Головка на тринадцать. Двенадцатигранная. Вот такая. Вверху мешает пружина. Поэтому приходится подбираться подходящим инструментом. Который позволит вставить головку. Вот такой вот. Срываем этим ключом. А откручиваем уже головкой, которая на один и четыре у нас. Квадрат. Все болты я выкрутил. И нижний. И верхний. Снимаю суппорт. Немного почистил суппорт. Откручиваю два вот этих болта. Перед этим можно поршеньки выдавить. Пока у нас выкручена только одна сторона. Ставлю сюда защечку и воздухом дую. Пальцы не подставляем. Отрубим моментально. Да. Один поршень вылетел махом. Нам этого не надо. Вставляем его назад. Надо потолще деревяшку. Одного сантиметра мало. Это нагрузка, на который поршень больше он выдавил просто. Вот это нормально. Нормально. Еще раз повторюсь. Пальцы не подставляем. Все нормально. Оба поршенька вышли. Здесь аж поршень пошел вместе с манжетом. Ну с пыльником. Это не манжет, а пыльник наружный. Вот из-за него как раз из-за грязи подкусило. И колодка нормально не двигалась. Сейчас новое все установим, смажем и все будет двигаться. Поэтому периодически для этого и нужно делать переборку. Головка здесь на 16. Головка здесь на 16. Болты почищу. Здесь у нас на канале стоит выполнительное кольцо. В комплекте оно и не идет. Но оно свои свойства не теряет. Я уже проверял перед этим. Дефендер только 110 перебирал и кольца эти после чистки смазывал силиконом и ставил на место. Все работает. Можно было бы не половинить, но внутри почистить неудобно. Все не вычищается. Хотя сами цилиндры внутри в шикарном состоянии. Все чищу. Снимаю пыльник и снимаю манжеты внутри. Просто грязь по наружу и грязь на поршнях. Температурная, дорожная и коррозия. В ремкомплекте металлические кольца и резиновые кольца. Все есть. Обычный мыльный раствор воды. Мыло обычное хозяйственное. Развел. Здесь я маленько почистил. Теперь остается нам все это хорошо промыть и продуть. Кольца. Одна штука. Приживая шпы. Назадительное масло. Продолжение масло. Продолжение масло. Продуваю, продул и смотрите вот эти места вот они черненькие это все коррозия плоским ножом Я все это убираю и сбоку и по периметру новую пыльник уже манжета здесь станет, будет стоять ровно Ножом я не царапаю, также вот эта кромочка вот она, ее тоже надо чистить, потому что здесь тоже собирается грязь Тоже на это внимание обратите, и все, не спеша, потихонечку, аккуратненько все вот эти окислы, которые здесь накопились Мы их убираем, еще раз промываем и продуваем Продуваем, а потом еще раз продуваем, чтобы ни грязи, ни пыли, ничего здесь не было И все, и оно уже когда чистое, и собирать легче Ничего подкусывать не будет, все ровненько будет входить Тем более еще смазано будет Главное никакой спешки Продуваю Эта часть суппорта у меня продута, промыта, прочищена Все, можно будет собирать Беру вторую часть Точно так же сначала ее промываем всю Потом продуваем, смотрим где, дочищаем Опять промываем и опять продуваем Так будет раза три получаться Потому что сразу все не получается увидеть и вычистить Дорожная грязь попадает в такие места Моем Все, вторую я часть тоже Вымыл, вычистил, продув Теперь Можно собирать Штуцер прокачки я выкрутил Видно, как он весь забит тоже грязью Проковырял его Сейчас его зачищу И поставим Надо будет купить колпачки Если их в комплекте нет Буду надеяться, что есть И поставить не было колпачков Беру вот такой ремкомплект STC1280 Land Rover Это ремкомплект переднего суппорта В комплекте идет Инструкция по переборке Должна быть струбцина Для запрессовки колец Так, идут металлические кольца Четыре штуки Ну, там четыре поршня Четыре поршенька на одну сторону Так, идут четыре манжеты Помеченная краска И четыре пыльника Под эти металлические кольца Также идут четыре поршенька Одного ремкомплекта хватает На два задних суппорта Так, ну что Беру и начинаю устанавливать Эти колечки Сразу резиновые Заправляю в металлический Металлическое кольцо Металлическую обойму Устанавливать буду вместе Теперь надо подобрать Подходящую оправочку По размеру Чтобы осаживать их Вот такая оправочка Размер 54 на 44 По отбортовке Ложится четко Она получается Додавит И не передавит Так, это у нас есть Беру смазку Феби Собирать буду на Феби 31942 Пойду помою руки Помыл руки Одел перчатки Солнце ярко светит Попробую поменять Конфигурацию Ничего, надо переставлять Переставил стол Беру Смазку Смазываю место Под направляющую Под направляющую Под манжету Смазываю саму манжету Манжеты у нас идут С помеченной краской Она сама по себе шире Чем Кольцо С пыльником И заводим Ее на место После этого Перепроверяем Чтоб у нас она стояла Не перевернута ровно Также вторую сторону Продолжение следует... Тоже завожу Манжету на место Тоже перепроверяем Чтоб она у нас стояла Ровно А вот теперь Берем И запрессовываем На место Вот эти вот колечки Ну как я и показывал Правочкой Колечко я поставил Выровнял Берем молоточком Потихонечку По кругу Осаживаем Проверяем Все сидит на месте Также берем второе колечко Тоже ставим его Ровненько Ровненько Проверяем Тоже сидит на месте Теперь берем Поршень Берем смазку Мажем Поршень По периметру И потихонечку Заводим его На место Покачивая Из стороны в сторону Все Точно так же берем второй Также берем Смазку И наносим На второй Поршень И тоже его Покачивая Из стороны в сторону Топим на место Все Оба поршенька У нас сидят на месте Без всяких усилий Без всего Заходят Теперь дело дошло Вот до этого Уплотнительного кольца Я его протер Помыл Почистил Также в мыльном растворе Продул А теперь беру Силиконовой смазкой Смазываю его И устанавливаю В пазик Беру вторую половину Закрываю И скручиваю Болтами Неправильно поставил Болты я тоже Почистил Эти болты были Без герметика Беру динамо ключ И затягиваю Их 60 ньютон Поставил 60 ньютон Все Суппорт у нас готов Идем устанавливаем Устанавливаю На место Суппорт Берут Суппорт Суппорт Суппор И прикручиваю его. Суппорт я притянул. Вставляю на место трубочку. И наживляю штуцер. Теперь беру новые колодки. Новые колодки фирмы Land Rover. Номер для заказа. Номер для заказа. СФП-300-250. В комплекте идет инструкция. В комплекте идет новые штифты. Вернее, не штифты, а шплинты. Также идут новые штифты. Четыре штуки. И новые разжимные пружинки. Четыре штуки. Устанавливаю. Так. А поставлю, наверное, этими отверстиями вниз. Чтоб меньше грязи набивалось. И это тоже получается вниз. Штифты смажу. Смазкой медной. Беру пружинки. Вставляю между колодок. Один шплинт. Второй шплинт. Беру его. Развожу. Одну сторону. И также здесь развожу. Тоже. Одну сторону. Все. Колодки установлены. Теперь, так как я снимал суппорт, беру прокачиваю вакууматором. Снимаю струбцину с тормозного шланга. Струбцину я снял. Открываю штуцер прокачки. Для начала жидкость побежит самотеком. О, побежала. Все, жидкость побежала. Беру вакууматор. Одеваю на штуцер прокачки вакууматор. Открываю и выкачиваю жидкость вместе с воздухом. Но, так как она пробежала уже самотеком, там как такового воздуха не осталось в системе. Это идет уже чистая тормозуха. Здесь вот по шлангу видно пузырьки воздуха. Это он подсасывает под ослабленный штуцер. В суппорте воздуха не осталось. Закрываю. Все. Тормозуху я прокачал. Все, суппорт я установил, колодки я установил, тормоза я прокачал. Аналогичным образом мы снимаем со второй стороны. Промываем, прочищаем, продуваем, смазываем и устанавливаем новые запчасти. Это в виде манжет, поршней, колодок и собираем. На этом все. Переборку задних суппортов я закончил.